А мы продолжаем праздничную программу и дальше у нас будет всё на русском языке. В первую очередь мы поздравляем всех с прошедшим 1 мая, международным днём солидарности тублячихся. А знаете ли вы, что история праздника 1 мая берёт начало в США? Именно 1 мая 1886 года рабочие Америки и Канада организовали массовую забастовку с требованием 18-го рабочего дня. Условия труда были очень тяжёлыми, низкая зарплата, 12-15 часов рабочего дня, использование детского труда и не было социальных гарантий. И в забастовке принимало участие 350 тысяч американских рабочих, так что вот именно в 19 веке в рабочем движении возникло празднование 1 мая. Конечно же сейчас в США всё стало намного лучше, но ещё есть много места в мире, где рабочим и просто гражданам всё ещё предстоит отстоять свои права. В борьбе обретёшь ты право своё, так гласил один из старинных лозунгов. Или как пели французы в своей Марсельезе, вперёд отчизны сыны, час славы вашей настал. Тем, кто борется и тем, кто не сдаётся, посвящается песне Юрия Шевчука из ДДТ «Новая песня о свободе». Мне нужно для детей вальц-поведанной песни. Вальц-поведанной песни. Это будет, да? Да, и вы начинаете подпускать песни, что я имею в виду. Ну еще один раз, я думаю, что французы. Я имею в виду какую-нибудь письмо, скажу. потому что они начинались, если у них есть свои собственные деньги, то мы можем поставить их $300, и я получил это. 5 минут, 5 минут. И мы можем просто поставить несколько. Как они сказали, что у них нет никакого эффекта. Да. Вы готовы? Я имею в виду, что это невероятно. Я извиняюсь за платье. Я не знаю, что я себя чувствую. Очень красиво. У меня есть мужчина, и она знает, как она себя чувствует. И она знает, как она себя чувствует. Да. Красиво. И что национальный? Я встретил ее в Казахстане. Я был в аэрофон. Я был в Казахстане. Мой папа был в Казахстане. Он был в Казахстане. Узбилем пользователей. Он был в Казахстане. У в Казахстане. Он был в ускорном помощи. Так это как я с하는데 убила его когда моей брата. Казахстане. Я смогу сделать фотографии? Он был в Казахстане. 그 годам было свободно в Audioqualимости. Сlimя, он будет себе фотографии с Казахстане, женщина- жит bij wijеinden. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Майдур Окей, тогда ладно Тогда может быть тебя поставить сразу после этой? Как раз мы говорим о победе Я думаю, что это где ты есть, так что с тобой думай, раздать свою талантинку Да, это что Я знаю, у меня головой не может быть болезнью, скажи Это очень про-про-бизнес Он получил много денег на медицинских лапов Для сердца Это твоя? Или что это? У меня есть карта? Давайте я написать название У меня есть карта? Я забыл привести к вам Это наш магазин Да, я видел это Да, это как я проверяю Это очень хорошо Я не знаю, в русском Я не знаю, что это будет в русском Я не знаю, что это будет Я не знаю Я проверяю это раньше Это невероятно Это великое И люди И много Это не только инвестирование, но и все, что вы имеете в виду. И мы можем также поговорить на сегодняшний день. Потому что у меня есть какие-то идеи. И у меня есть несколько стартапов. Потому что я хочу интерпретировать мои идеи. И работая с стартапами, вы получаете вся эта инсекция. Это наша платформа. Мы имеем этот магазин. Это моя компания. Селекон-далей. Картфон-Венчер. Это модель компании. Но магазин здесь. Мы делаем Картфон. Хорошо. Давайте я сделаю это. Сколько времени осталось? Одна минута? Одна минута. И вот много есть знаменитых песен о той войне, да? Да. И потом песня о далекой родине, я это скажу. То есть вы потомки зачем-то, да? Я сейчас буду говорить тогда. Потом я хочу маму подключить у нее песни и история войны есть. Сейчас она найдет только... Как называется еще раз? Детский вальс. Как называется песня? Я буду говорить сейчас. Готовы? Да. Вальс победы. А мы продолжаем Ольга Шоу. С вами говорит Ольга в прямом эфире. Сегодня 4 мая. И мы, как уже говорил Тимур, поздравляем всех с Международным Днем Трудящихся, с Днем Победы. Как вы уже знаете, есть много знаменитых песен о той войне у незнакомого поселка. Мне кажется, порой, что солдаты здесь птицы не поют. Но в сердцах многих, возможно, отзовется эта песня о далекой родине из кинофильма «17 мгновений весны». Музыка Микаэла Терри Вердеева, стихи Роберта Рождественского. Итак, вспомним кинофильм «17 мгновений весны». Музыка Малышевская – 17 мгновения весны. Музыка Малышевская – 17 мгновения весны. Берег ласковый, как на тебя, родной, доплыть мы, доплыть мы хотя бы тогда. Это далеко, это далеко, и ведут крепление дождей, лямо уреди в маленьком саду, созрели листы, лямо уходясь до земли, это далеко память и войны, сейчас, как вес и тепло, хоть вас укрыто, такими большими снегами, ты глаза напои меня, но с удовольствием, дожди, 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 дожди. Одно минуте. Я делаю, как Мири Кей, я teach консультант, потому что я директор. Я был в Далас, когда Мири Кей строили бизнес. Я был в Далас, когда Мири Кей, я был в Даласе, и она была в Даласе. Мири Кей, это было очень хорошо, и это помогло. А мы продолжаем, в прямом эфире Ольга Шоу, с вами снова. Сегодня суббота, и как вы уже знаете, вы можете нам позвонить по телефону 408-912-5265, 408-912-5265, можете также с нами соединиться по твиттеру ольгашоу1, по ольгашоу скайп позвонить, и найти меня на фейсбук ольгашоу, а также ольгашоу.com или ольгашоу.org, всю информацию эту найдете. Итак, перейдем к песне из кинофильма «17 мгновений весны». Как раз с этой песней связан старый скандал. Кому-то показалось, что песня о далекой родине Теревердеева местами напоминает шлягер Фрэнсиса Лея «История любви». Теревердеева обвинили в плагиате и посулили большие неприятности. Его перестали приглашать на телевидение и радио. С ним перестали здороваться коллеги и знакомые. И апофеозом стала телеграмма, пришедшая на имя главы Союза композиторов Тихона Хреникова. Поздравляю успехом моей музыки в советском фильме «Франсис Лей». Поползли слухи, и сейчас я зачитаю дальше, что советское правительство, чтобы не было скандала, готовится уплатить Лею 100 тысяч долларов в качестве отступного. Скандал приобретал воистину международный размах, и в дело вмешались искусствоведы в штатском. В кавычках. Оказалось, что телеграмма отправлена с центрального телеграфа в Москве, а Франсис Лей претензий к Теревердееву не имеет и никому ничего не писал. В чудовищном розыгрыше заподозрили Никиту Богословского, мастера на такие шутки, но, как говорится, не пойман, не вор. А еще у нас есть повод поздравить жителей Мексики и американцев мексиканского происхождения с праздником Синко-де-Майо. Этот праздник в честь победы мексиканских войск в битве при городе Пуэбло 5 мая 1862 года. Отмечается он в основном в Мексике и в юго-западных штатах США, Калифорнии, Аризоне, Нью-Йорке и Техасе. То есть Нью-Мексико. Нью-Мехико и Техасе. Так. Этот праздник иногда называют американским аналогом для Святого Дня Святого Патрика. Он отмечается блюдами мексиканской кухни, национальной музыкой и танцами. В этот день устраиваются крупные фестивали и карнавалы. В некоторых районах празднование может растянуться на целую неделю. В празднику Синка-Димае мы посвятим народную мексиканскую песню «Кукарача», перевод испанского «Кукарача таракан». Народная песня на испанском языке в жанре, известном как «Карида», шуточная народная песня, стала популярной во время Мексиканской революции начала 20 века, так как тараканами называли правительственные войска. В оригинале слова примерно такие «Таракашка, таракашка уже не может бежать», потому что у нее нет, потому что нет двух задних ног. Но у нас будет не оригинал, а кавер на русском языке, исполняет Настя Титова. Итак, послушаем песенку «Кукарача». Пасха есть, но она потом уже после Попова, чтобы потом уже вторая половина вся была про Пасху. Окей, вторая половина. О, мать го, это в России? Мы хотим поддерживать все страны. Я знаю лирики этой песни, потому что когда я был ребенок, я не знаю, что это было. Для тебя особенно. Вау. Два минуты. Это невероятно. Да, видите, как много мы любим людей. Нет голоса, не слушай. Нет, я не слушаю сейчас. Кукарача, кукарача, все вокруг меня. Потому что я без песни не могу прожить и дня. Все ладоши вверх подняли и со мной закричали. Кто-то никогда не плачет пусть зовется по горячей! Моркони зовут Гульельма. 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 Вы singing it correctly, never mind. tea- mauyselmed. June-омиертия. Нет, а там другого словами. ush�면 버 confession, марихуану, короче. А мы продолжаем в прямом эфире. Ольга Шоу продолжает с вами телефон 408-912-5265. 408-912-5265. А знаете ли вы, что сегодня у нас день радио? Откуда взялся день радио? А 7 мая 25 апреля по старому стилю 1895 года русский физик Александр Попов демонстрировал сеанс связи. Впервые эта дата была торжественно отмечена в Союзе Советских Социалистических Республик в 1925 году. И кажется исполняется ровно год к чему? В моей программе как раз в мае я-то и начала, думаю, may be, maybe not, but, а также май такой большой праздник. Да, отличное совпадение, что вот именно вокруг дня радио всё это и началось. Да, совершенно случайно тогда я ещё не знала, что день радио есть такой, потому что приехала, вернее, пришла в эту радиостанцию, в радиопрограмму, не зная, что такое радио. И радио интервью никогда практически не слушала, разве что иногда в дороге. Но теперь мы знаем, и праздник очень интересный, потому что до сих пор он празднуется в разное время календаря в разных странах, и до сих пор очень многие не знают, кто на самом деле радио-то изобрёл. Вот, оказывается, Александр Попов. Международный день телекоммуникации отмечается 17 мая, Международный день радиолюбителя, или Всемирный день радиолюбителя отмечается 18 апреля? Всемирный день радио отмечается 13 февраля. Вопрос. Да, вот такие вот получаются совершенно разные даты, и вопрос в том, кто же на самом деле открыл радио, весьма непрост. Создателем первой успешной системы обмена информацией с помощью радиоволн, радиотелеграфия, считается итальянский инженер Гуэль, может быть, ты прочитаешь? Его зовут Гульельмо Маркони. Такое итальянское имя, вот вчера провела вечер с итальянцами, да, он с Италии, не правда ли? Ну, возможно. То есть нужно это проверить, но очень уж похоже на итальянскую фамилию, вот провела вечер с итальянцами, а итальянский еще приходится учить и учить. Ну, непростые имена, в разных странах разные имена. В России изобретателем радиотелеграфии традиционно считают Попова, однако и то, и другое не совсем верно. Маркони, по сути, соединил передатчик Генриха Герца и приемник Попова в одно устройство. В первых опытах по радиосвязи, проведенных в физическом кабинете, а затем в саду минного офицерского класса, приемник обнаружил излучение радиосигналов, посылаемых передатчиком на расстоянии до 60 метров. А как у нас дела в США? В США, может быть, тоже есть свои какие-то первооткрыватели радио, как в Европе и в России? В США изобретателем радио считается Никола Тесла, запатентовавший в 1893 году радиопередатчик, а в 1895 году приемник конструкции устройств Теслы позволяла модулировать акустическим сигналом колебательный контур передатчика, осуществлять радиопередачу сигнала на расстоянии и принимать его приемником, который преобразовывал сигнал в акустический звук. Такую же конструкцию имеют все современные радиоустройства, в основе которых лежит колебательный контур, в то время как конструкция Маркони и Попова были примитивны и позволяли осуществлять только сигнальную функцию, используя в том числе азбуку Морза. А вот во Франции изобретателем беспроволочной телеграфии долгое время считался создатель... Кагерера. Кагерера, трубка Брэнли, Эдуард Брэнли. То есть получается, что радио изобретали чуть ли не всем миром, но в любом случае кто-то его изобрел, и это стоит отметить. В нашем эфире группа «Несчастные случаи» и замечательный Алексей Кортнев исполняет песню из фильма «День радио». Так и называется. Радио. А у нас накладка. Радио. А теперь уж точно будет радио. Это у нас такая шуточка для вас. Это шуточка. Я не знаю. О, я хотела бы что-то веселое пошутить. Перед тем, как на Пасху перейдем 3 минуты и 37 секунд. А у нас как раз хватает, хватает, если как закончится к тому времени. Окей, мы должны, после песни, мистер... Ты можешь начать коммерциал. Это очень смешно. Я могу видеть рекламу после радио, в принципе, после этого. В смысле рекламу? Ну, то есть, я видеть рекламу на паузу и сэконом. Нет, нет, это не так. И я не могу сказать, я, в самом деле, I read it by hands. Шутки. Потому что я прошла все, что я не мог копить, поэтому я не мог писать, поэтому я не мог писать. Это очень трудно. Это как много работы я вложила. Я прошла тысячи шагов. Они вложили их в комментариях, и я вложила их в свои руки. Так что я буду читать. Я знаю. Некоторые были очень странные. Два минуты. В два минуты, ты придешь 30 секунд. Хорошо, я скажу что-то. Я поддерживаю тебя. Как это? Я поддерживаю тебя. Я? Я? Хорошо, ты поддерживаю меня. Пожалуйста. А я поддерживаю тебя? Я поддерживаю тебя. Да. Я очень рад. Так много кабелей здесь. Я не вижу, что ты хочешь, но ты сделал это. Это это, это это. Я даже не звоню и не помню. Потому что я звонил недавно. Угу. Угу. Марко? Нет, не Марко. Да, не Марко. Что это? Американец. Да. Американец. Да, но он большой. Да, Марко. Марко? Этоmb period muy российского. Не общался. Да, я загрузил футбол. С твоим привычным онлайн радиоум. Они пытались звонить, но они не могли, потому что они звонили мне раньше, а потом я сказала им, чтобы звонить снова и брать русский. И я думаю... Вы не забыли звонить? Он звонил один. 30 секунд. А мы продолжаем Ольга Шоу. Итак, я поздравляю себя и всех тех, кто работал над радио, над приемниками, а также над всеми FM, AMN, интернетное радио сейчас и в многие прошлые годы здесь в Америке, в России и где когда-либо. Поэтому поздравляю вас вот с таким великим праздником, днем радио. А также хочу сказать, что у нас будет передача тоже с Генрихом, я говорила, который нашел меня благодаря статье «Запад-Восток». Спасибо большое, написали замечательную статью о нас и очень много откликов до сих пор продолжаются. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас и мы, в общем-то, рады всех поддержать и рекламная пауза для нас. С вами была Ольга Шоу, а мы вернемся через пару минут. В общем, когда нужно будет запустить «Вальс Победы», я ее скачал, готов. Ты слышала? Я сейчас шутки зачитаю, что просто совсем серьезно не было, а потом перейдем к Пасхе. И прямо от тебя зачитывать, что ли, сейчас? Тут все есть или нет? Нет, у меня тут нету. Ты уже нашел, что ли? Да, песни он нашел уже. Ты уже нашел. Ты уже нашел. Ты уникальный. У нас не будет, но нет, не будет. Я просто не могу его разочаровать. Не могу, но вы не можете его разочаровать, и не будет бесплатно. Не надо вонять за тем, что ли ты не считаешь? Да, я не люблю бесплатно. И я не люблю повторять больше, чем два раза. Я делаю это несколько раз, это я на average человек. Если я снова повторяю больше, чем 9 раз, то я думаю, «И эта человек может быть не назначен?» Я думал, что это как-то из-за меня. Но я тебе сказал три раза, так что ты в порядке. Да. Ну, может пять раз, я не знаю. Я хочу опять, но я просто не могу. Хорошо, сколько я тебе даю и сколько ты нужна. Так что ты сможешь купить деньги. Так что не поймёшь это в любом месте. Потому что я собираюсь найти тебя. О, нет, конечно. Я не знаю, это даже не так много. Это было $10 по каблу. Так что это как много? Двадцать долларов? Двадцать долларов или больше? Двадцать долларов и два каблета. Я куплю еще один в следующей неделе. Они 5 долларов, так что это будет 30 долларов. Так что я тебе даю 30 долларов. Если ты нуждаешь больше. И если ты мне получится, то… once I get that extension cable for you, it'll be free… And we are gonna do this here. Я знаю, right? Essa часа, я тебе даю это с тобой, Субтитры создавал DimaTorzok А мы снова в прямом эфире, Ольга шоу для вас, свистит по всей силиконовой долине И вот некоторые шутки, прибаутки, а также известные фразы были присланы мне Я их записала и сейчас их прочитаю Если у тебя мечта есть, какая? Хочу бросить пить Так брось, а как потом жить без мечты? Также у меня есть, я перефразировала немножко для тех, кто курит Я зачитаю то же самое Если у тебя мечта есть, какая? Хочу бросить курить Ну так брось, а как потом жить без мечты? Умный не говорит и половины из того, что знает Глупый не ведает и половины из того, что говорит Прикинь, этот придурок, чтобы не мыть тарелки, надевает на них целлофановый пакет перед едой Потом снимает и выбрасывает И тарелки мыть не надо Слушай, ну да он же гений Не печальтесь из-за ерунды Ерунда же из-за вас не печалится Где тебя черти носят? Ты что, их тоже видишь? В отличие от принца на белом коне НЛО и снежного человека хоть кто-то видел Вы сколько себя... Так... Во сколько тебя разбудить? Летом, пожалуйста Только русский человек может прийти с больничного листа загорелым Не огорчайтесь, если наступила черная полоса А вдруг она из шоколада? Встала на весы, а они мне написали Зато ты такая красивая Алкоголь убивает нервные клетки Зато остаются только спокойные Можно также сказать Никотин убивает нервные клетки Остаются только спокойные Поэтому им всегда весело Пессимист это тот, кто видит стакан наполовину пустым Оптимист это тот, кто видит стакан наполовину полным Мама же скажет вам Помой стакан Хочешь жить кучеряво? Купи бегуди Все люди приносят счастье Одни своим присутствием А другие приносят счастье своим отсутствием Можно девушка с вами познакомиться? Нет Мне с вами... Почему? Мне с вами будет скучно А вам со мной непонятно Почему? Потому что мне уже скучно А вам уже непонятно Следующая шуточка А ты бегаешь по утрам? Да Но в основном по дому с криками Проспал Доктор у меня Доктор у меня что-то болит Вот вам какая-то таблетка Приходила подруга в гости Сказала Не грусти Сейчас спою И надо же вот споила Стук в дверь Кто там? Галиматья Кто-кто? Галиматья Что за чушь? Да не чушь твоей Галиматья Уходи Почему, дорогая? Откуда я знаю? Я женщина Мне важно психануть Мужчина А вы зачем раздеваетесь? Это кровать односпальная Дорогой Тебе получается пиво дороже, чем я? Нет, дорогая Пиво получается дешевле, чем ты Как избежать угона автомобиля? Не покупайте автомобиль Если окружающие сейчас считают тебя странным Возможно, это вовсе не твоя проблема Китайские мудрецы утверждают На спине спят святые На животе грешницы На правом боку царицы На левом мудрые женщины Уже неделю ворочаюсь Не могу определиться У судьбы нет причин без причины Сводить посторонних людей Краткость может быть сестрой Недостатка словарного запаса Ну вот, это такие вот весёлые прибауточки Были нам присланы Со всей Калифорнии Со всего мира Спасибо большое Москва подсоединялась А также Санкт-Петербург Также Екатеринбург Тверь и многие-многие другие города Перейдём к Пасхе Вы знаете, что сегодня Отмечается Пасха И так же, как завтра Это воскресенье Христово Древнейший христианский праздник Главный праздник Богослужебного года Пасха давно Дословно означает Проходить мимо Так, как, согласно Библии Ангел, истреблявший первенцев Проходил мимо домов Иудеев Перекладины дверей Которых были помазаны Кровью Заклонного Ангца Заклонного Агнца Ну, то есть Ягнёнка Маленького, да Агнца у евреев Празднуется в честь Исхода из Египта В памяти об этих событиях В Иерусалиме Предписывается Совершить ритуальное Заклонение Однолетнего ягнёнка Мужского пола Без порока Которого Пекли на огне И съедали полностью В семейном кругу В течение пасхальной ночи Последние Евангельские события Происходят в пасхальные дни По древнему Иудейскую преданию Мессия Царь Израилев Должен был Явлен на Пасху В Иерусалиме Народ, зная О чудесном воскрешении Лазаря Торжественно встречает Иисуса Как грядущего царя Великий четверг Христос Останавливает Таинство Евхаристии В Сионской горнице В Иерусалиме Страстная пятница По традиции Перед праздником Пасхи Понтий Пилат Хотел отпустить Одного узника В надежде Что народ Будет просить За Иисуса Однако Подстрекаемый Первосвященниками Народ требует Отпустить Варавву Иоанн подчеркивает Что распятие Происходит В день Пасхи Так как Заклание Пасхального Жертвенного Ягненка Ангца В Ветхозаветную Пасху Есть прообраз Пасхи Новозаветной Заклание Христа Как Ангца Божьего За грехи Мира Иосиф Римофейский И Никодим Попросив у Пилата Погребение Тела Иисуса Обвивают Его Площаницей Пропитанной Благовониями И кладут В ближайший Гроб Пещеру До наступления Субботнего Покоя При погребении Присутствует Мария Магдалина И другая Мария Великая Суббота Первосвященники Вспомнив Что Христос Говорил о своем Воскресении На третий день Несмотря на Текущий праздник И субботу Обращаются К Пилату Поставить Стражу На три дня Чтобы ученики Не украли тело Изобразив Тем самым Воскресение Учителя Из мертвых В воскресении Христова Первый день После субботы После субботнего Покоя К гробу Идут Жены Мироносицы Перед ними К гробу Сходит Ангел И отваливает От него Камень Происходит Землетрясение А стража Повергается В страх Ангел Говорит Женам Что Христос Воскрес И предварит Их В Галилее Спустя Восемь дней Антипасха Фомина На неделе Христос Вновь является Учеником Среди которых Фома Через Затворенную дверь Иисус Говорит Фоме Чтобы тот Вложил пальцы В раны Дабы убедиться В реальности Воскресшего Тела Фома Воскресает Господь Мой И Бог Мой В течение Сорока Последующих Дней Христос Является Учеником На море Ивериадском В Галилее Даже при ловле Рыбы Где восстанавливает Апостольство Петра А также Более чем Пяти сотня Других Людей На сороковой День После воскресения Иисус Возносится На небо Благословляя Апостолов На 50 День После воскресения Апостолы По обещанию Господа Получают Дары Святого Духа Практически Все пасхальные Традиции Возникли В благослужении Даже Размах Пасхальных Народных Гуляний Связан С разговариванием После Великого Поста Времени Воздержания Когда все Праздники Семейные В том числе Переносились На празднование Пасхи Символами Пасхи Становится Все Что выражает Обновление Пасхальные Ручьи Свет Пасхальный Огонь Жизнь Пасхальные Куличи Яйца И Зайцы Начиная С пасхальной Ночи И последующие 40 дней До отдания Пасхи Принято Христосоваться То есть Приветствовать Друг друга Словами Христос Воскресе Воистину Воскресе При этом Троекратно Целуясь Этот обычай Идет С апостольских Времен Приветствуйте Друг друга Салаванием Святым Пасхальный Огонь Играет Большую роль В благослужении А также В народных Праздниствах Он символизирует Цвет Божий Просвещающий Все народы После Христового Воскресения В Греции А также В крупных городах России Храмах До начала Пасхальной службы Верующие ждут Благодатного огня От храма Гроба Господня В случае Успешного Прибытия огня Из Иерусалима Священники Торжественно Разносят его По храмам города Верующие Тут же Высжигают От него Свои свечи После службы Многие Уносят лампаду С огнем домой Где стараются Поддерживать его В течение года Непосредственно Перед Пасхой Православные Собираются В храме Откуда в полночь Начинается Крестный ход С громким пением Стихиры Стихиры Праздника Затем Шествие Подходит К дверям храма И начинается Богослужение Пасхальной Утренни В течение Великой субботы И после Пасхального Богослужения В храмах Освещают Куличи Творожные Пасхи Яйца И все Что приготовлено К праздничному столу Для разговения После Великого Поста По преданию Когда Мария Магдалина Поднесла В подарок Императору Тибирею Яйцо Как символ Воскресения Христа Император Усомнившись Сказал Что как яйцо Из белого Не становится Красным Так и мертвые Не воскресают Яйцо В тот же миг Стало красным Хотя яйца Красят в разные цвета Традиционно Им являются красные Как цвет жизни И победы В России А также и в других Православных странах После молчания Колоколов Во время Страстных дней На саму Пасху Особенно Торжественно Звонится Благовест Всю светлую Седмицу Любой желающий Может подняться На колокольню И позвонить В честь Христового Воскресения А сейчас Мы продолжаем С нашими сказками Бабушка Валентина А мы Перейдем к ней После того Как сыграем Мелодию Которая В общем Подготовит нас К сказкам И поздравляем всех Естественно С Пасхой Ну Пасха Это праздник Домашний В Крупусе Елен празднуется Поэтому Здесь очень Кстати Будет песня Юрия Антонова Крыша Дома Твоего Итак Мы Ставим Песню Домашний У Минус Домашний Твоего Окей Бабушка Валентина Есть сказка Какая-нибудь Или нет Сказка Нет Сказка Победа Стихотворения Можно Но Давай Вперед Можно А потом После него Ставите Мелодию Вальс Да Да Тогда поставлю После него Скажите Сейчас В wave Например Поставлю Стихотворение Охм Мясо Мясо Ахм Мясо 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 Вару Мясо Мясо Ус Мясо Это нормально, не влажно. И вы партнете? Нет, я работаю в 8 в день. В 8 в день? Ну, я буду жить в 8. Йога. О, вы делаете йога в день? Да! Если вы не поддержите, то это просто не так. Это просто легко. Мы работаем на CD и что-то? Да. Хорошо, хорошо. Мы забыли вчера, чтобы это ему было в час. У нас было около 1.5 шоу, нет ю-стрима. Но мы тапили на YouTube, так было хорошо. Спасибо за Тимур и Валентина. Они знали, как работать. После того, ты поставишь песенку, и как еще? Потом, видимо, стихотворение. Потом я оставлю в вальс Победы, когда скажут. А там уже осталось 10-15 минут. Несколько стихотворений и песен. Потом, если что не проблема, то что-нибудь заткнуть какими песнями или... Не страшно. Ага. Ну, это был человек, который звонил на телефон? Уже. 20 секунд. Ага. Немного ненавица. Алекса. Алиса. 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 В стихах тоже. Я вижу, ты будешь зачитывать стихи, детские стихи, Дню Победы. Я уже так, как бы автоматически тоже перешла на стихи. Но надо пить воды больше, 27-30 градусов жары, поэтому пейте больше воды, тогда будет голова болеть меньше. Итак, подборка стихотворений для детей Дню Победы 9 мая, с вами бабушка Валентина. Как обычно, когда перед наступлением Дня Победы в России у нас во всех школах, детских садах отмечают или проводят утренники, концерты ко Дню Победы. Это величайший подвиг русского народа. Мы будем помнить всегда. От нас, от взрослых, зависит и отношение к 9 мая подрастающего поколения. Дети должны знать историю, чтобы уважать заслуги ветеранов. А сейчас я прочитаю стихотворение Белозерова «День Победы». Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна, надевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад, и задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. А сейчас что за праздник Иванова? В небе праздничный салют, фейерверки там и тут поздравляет вся страна славных ветеранов. А цветущая весна дарит им тюльпаны, дарит белую сирень, что на заславный майский день. «Что такое День Победы?» Тоже Иванова. «Что такое День Победы?» Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Марширует стройсолдат. «Что такое День Победы?» Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. «Что такое День Победы?» Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. «Что такое День Победы?» Это значит нет войны. День памяти. День памяти. Победы праздник. Несут венков живую вязь. Тепло букетов красных разных, чтоб не терялось в прошлом связь. И плиты скорбные согреты цветов дыханием полевым. Прими, боец, как дар. Все это ведь нужно нам, живым. Старый снимок пивоваров. Фотоснимок на стене. В доме память о войне. Димкин дед на этом фото. С автоматом возле дота. Перевязана рука. Улыбается слегка. Здесь всего на 10 лет старше Димки. Димкин дед. На радио. Письмо я старался писать без помарок. Пожалуйста, сделайте деду подарок. Был долго в пути музыкальный привет. Но вот подошел и обнял меня дед. Пришла к нему в праздник 9 мая. Любимая песня его фронтовая. У обе лиска. Застыли ели в карауле. Синь неба мирного ясна. Идут года. В тревожном гуле осталась далеко война. Но здесь, у грани и обе лиска, Молчание голову склонив, Мы слышим грохот танков близко И рвущий душу бомб разрыв. Мы видим их, солдаты России, Что в тот далекий грозный час Своей жизнью заплатили За счастье светлое для нас. Рассказ ветерана. Я, ребята, на войне в бой ходил, Горел в огне, Мерз в окопах под Москвой, Но, как видите, живой. Не имел, ребята, права Я замерзнуть на снегу, Утонуть на переправах, Дом родной отдать врагу. Должен был прийти я к маме, Хлеб растить, косить траву. День победы вместе с вами Видеть с неба с небом, Помнить всех, кто горький час Сам погиб, а землю спас. Я веду сегодня речь, Вот о чем, ребята, Надо родину беречь По-солдатски свято. Никто не забыт, Шамари. Никто не забыт, и ничто не забыто. Горящая надпись на глыбе гранита Поглёк пшими листьями ветер играет, И снегом холодным венки засыпает. Но словно огонь у подбожья гвоздика, Никто не забыт, и ничто не забыто. Дедушкины друзья, май, Вовсю щебечут птицы, И парад идет в столице. В орденах шагают деды, Поздравляем с Днем Победы! Приходят к дедушке друзья, Приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать Я их песни и беседы. Горят на солнце золотом Награды боевые, И входят в дом, В наш мирный дом, Дороги фронтовые. Я молча рядышком сижу, Но кажется порою, Что это я прицел гляжу, Что я готовлюсь к бою. Приходят к дедушке друзья Отпраздновать победу. Все меньше их, Но верю я, Они опять приедут. Нет войны, Михалкова. Спать легли однажды дети, Окна все затеянны, А проснулись на рассвете. В окнах свет, И нет войны. Можно больше не прощаться, И на фронт не провожать, Будут с фронта возвращаться, Мы героев будем ждать. Зарастут травой траншеи, На местах былых боев, С каждым годом хорошее Станут сотни городов. И в хорошие минуты Вспомнишь ты, И вспомню я, Как от вражих Полчищ лютых Очищали мы края. Вспомним все, Как мы дружили, Как пожары мы тушили, Как у нашего крыльца Молоком парным поили, Посадевшего от пыли Утомленного бойца. Не забудем тех героев, Что лежат в земле сырой, Жизнь он дав на воля боя За народ, За нас с тобой. Слава нашим генералам, Слава нашим адмиралам И солдатам рядовым, Пешим, плавающим, Конным, утомленным, Закаленным, Слава павшим и живым. От души спасибо вам. Спасибо ветеранам, Что они нам всем спасли Жизнь и сохранили Нашу Родину. А сейчас нам Дима Вкручит песню. Только не Дима. Дима, Тима. Тимур. Слава. Все это разумно подумали, А кто там какой Дима? Справимся. Я никогда не знал, что вы гуляете. Она его называла Дима. Мы были в доме, О, Господи, Я его не могла бросать. Да, я не знаю. Ты видел его? Вы видел. Нет, он не видел Дима. Нет, он не видел Дима. Он был такой пасшен. Он был такой пасшен. Я спрашиваю, Олент, за то, что я вопрос. Это первое место. От нашего старта. И я сказал, Когда ты попалась лучше, тогда мы будем говорить. Сейчас? Нет. А-а-а, я не могу повторить больше, чем 9 раз. Почему вы не пришли? У меня есть поведение. У меня есть поведение, выборы, выборы в жизни. И это важно, чтобы выборы в жизни. Я должен сказать, что еще раз. Я хочу сказать, что я не могу сказать. Долголетие. Не извините меня. Уже сказал, что все хватит уже. Потому что я очень стрична к себе. И я думаю, что люди должны научить выборы в жизни. Таким образом, ты можешь руководить людей. Но, в какой-то момент, ты знаешь, что... Вы не забыли об этом? Я никогда не забыли. Это первый час, и второй час. Это профессиональный человек. Это лучше, потому что я буду, как-то... Я не могу сказать, что-то... Не, как-то, как-то, как-то... Это всё-таки, так, так, так. Это не так. Это не то, как-то, как-то, как-то. Я не могу сказать, что-то не так. Субтитры создавал DimaTorzok Может быть мы сделаем шоу в английском Может быть ты сделаешь шоу в английском? Да, я уже сделаю это! Все в английском Не знаю, может быть Это большая соревнования Как много времени? Я могу сделать это Я могу сделать это У нас есть одну минуту всего лишь Я уже говорю до свидания Уберешь? Да, я уберу Он может убрать сам Хулео Да Хорошо, готов? А у нас всего лишь минуточка сказать всем спасибо большое, что вы были с нами сегодня Поддержали нас Мы вас всех любим и тоже поддерживаем А также спасибо и поздравляем вас с праздниками и Днем Пасхи, и Днем Трудящихся, и Синька Демайо, а также Днем Победы А также могу сказать, что мы приглашаем всех 8 мая на crowdfund sourcing event в Палалте, вы можете найти эту информацию у меня тоже на Ольга шоу в Facebook, и мы можем послать это по твиттеру И Марта, пожалуйста, ты со мной связалась, оставила мне твой номер телефона, но я записала неправильно, поэтому перезвони мне пожалуйста еще Итак, до следующей субботы, спасибо, до свидания Пока 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 Пока